Рабочая оперативка в трубоэлектросварочном цехе номер 2. Без нее никуда. Порой она становится ключевой в организации процесса производства и в трудовых взаимоотношениях. Заместитель начальника цеха по энергооборудованию Валерий Корчаков провел их немало. Помнит, какие страсти здесь кипели. Вот и сегодня, завидев нашу съемочную группу, начальники подразделений цеха спрашивают, шутя, вы нас еще не снимаете? А то ведь мы иногда не стесняемся в выражениях. А вообще-то эти люди любят дело, которое выбрали, и болеют за него душой. И у них, когда они руководители, конечно, вот сталкиваешься, особенно с чем-то негативным, если ты регулярно сталкиваешься, как же это уже начинает раздражать. Сегодня Валерий Аркадьевич смотрит на все происходящее чуть-чуть отстраненно, потому что пройдет еще каких-нибудь 2-3 дня, и он пенсионер. Но ему-то известно, что на плечах его коллег останется лежать их когда-то общая задача – обеспечение бесперебойной работы участков, станов. Почти 40 лет его жизнь была наполнена производственными проблемами трубоэлектросварочного цеха номер 2. Почти 23 года он был здесь, что называется, на должности. Есть коллектив, который занимается обслуживанием энергооборудования, есть станы, которые тоже это самое нужно обслуживание. В общем, есть электрооборудование в цехе, все распределено, есть дежурный, есть ремонтный персонал, возглавляют электрики, ИТРовские работники, тоже определенное количество. И есть руководитель, замначальника цеха по оборудованию, который руководит этим коллективом. Вот, короче, как-то просто и ясно. Это руководитель, руководитель уже большой службы, у которого в подчинении порядка 30 инженерно-технических работников. И там у каждого 30, у них еще своя, значит, структура, свой участок и своя специфика. Сегодня перед его товарищами заместитель начальника цеха поставил конкретные и в условиях кризиса даже в чем-то жесткие задачи. К примеру, одна из них – контроль и экономия ремонтного фонда. Но Валерий Корчаков знает, что любая неорганизованность на производстве может быть роковой. Валерий Аркадьевич и даже сейчас, когда, в общем-то, хочется вспоминать о лучшем в его трудовой биографии, решил, что важнее всего вспомнить об ошибках, дабы упредить других. Травма на производстве, которая у меня была с моим рабочим, она отразилась у меня сильно, надолго оставила память. Это у меня было единственное, одна или две за всю 40-летнюю жизнь или работать. В цехе подчеркивают, у Валерия Аркадьевича богатый опыт. Он разбирался одинаково хорошо и в высоковольтном оборудовании, и в радиочастотах автоматического контроля, и всегда знал о том, что происходит на участке технологической автоматики. Вот вроде бы электрик, да, одна специальность одна, а у него очень много вот таких вот маленьких подспециальностей, будем говорить. Поэтому, конечно, вот это увязка. Уловить им, как сказать, талант одного специалиста и поставить его именно на тот участок, да еще там и поддерживать эти коллективы. Я заступил на свою должность при Валерии Аркадьевиче Корчакове. Долго нам с ним поработать не удалось, но могу сказать, под его руководством монтировались новые участки на стане. Поработали мы с ним продуктивно. Как человек грамотный и довольно профессиональный. В его родной энергослужбе во все времена старались сохранять традиции, знали где, как и чем помочь товарищу в трудную минуту. И это была одна из заслуг Корчакова. Все вместе помогали и ветерану цеха, и погорельцу. Говорят, иначе он и не мог, потому что его отец был участником Великой Отечественной войны. Сегодня он предупреждает нас. Только не надо обо мне писать хвалебный ход. Ну, какой здесь героизм? Любить дело, которым занимаешься. С радостью встречать начало каждой трудовой смены. Спрашиваем, готов ли Валерий Аркадьевич к тому, что жизнь пойдет по-новому. Он говорит, что на этот новый этап жизни надо смотреть с оптимизмом. Ну, конечно, коллектив, придешь, разгоняешься, оживленно. Естественно, когда будешь один, человек один не может. Он в своей среде должен быть, при том, когда он не день, не два, а десятки лет был. То, естественно, ему нужна подпитка эта. Это психология, никуда не денешься. Но это все происходит. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города.